Максимально откровенно и продуктивно о медицине. В историко-культурном центре прошла встреча с жителями по вопросам здравоохранения. Модераторами собрания стали заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и председатель общественного совета при общественной палате Московской области Евгений Мартынов, который накануне побывал в медицинских учреждениях муниципалитета. Мы заранее собирали в соцсетях и те медучреждения, куда надо приехать, и на этом основании строили свой маршрут. Это ПЛК-36, это детская поликлиника, куда интегрированы детские КДЦ и где сейчас временно находится взрослая поликлиника. Нахождение взрослой поликлиники в стенах детской вызывает много вопросов у жителей. Несмотря на то, что у здания несколько отдельных входов и врачи уделяют большое внимание правильной маршрутизации пациентов, но смешение потоков все равно происходит. Продлиться такое неудобство, по словам главного врача в РКБ Бутая-Бутаева, недолго. У нас идет достаточно такой масштабный капитальный ремонт здания в грозной поликлинике, где еще много новшеств таких современных, поэтому призываю всех, конечно, немножко потерпеться. Все скоро будет. Это где-то будет апрель, как нам говорят строители. Работа амбулаторий и травмпунктов, состояние медицинских учреждений Ленинского округа, спектр тем для обсуждения очень широк. А еще, конечно, коронавирус и вакцинация, которая в Ленинском округе набрала приличные темпы. Мы организовали три стационарных пункта вакцинации. Один из пунктов вакцинации – это взрослая поликлиника, которая располагалась в детской поликлинике, Молоковская амбулатория и южная поликлиника. Кроме того, у нас еще четвертый пункт вакцинации – это торговый комплекс «Вега». По субботам и воскресеньям еще один пункт вакцинации, также при удобстве наших жителей организован в кинотеатре «Искра». Острых тем было немало, ведь медицина – традиционно чувствительная зона. Вопросы поступали как онлайн, через открытый телеграм-чат «Видное здоровье», так и вживую. У ребенка шатаются сильные зубы. Записываться к зубному врачу составляет ровно 14 дней. Когда говоришь, что возможностей нет, у ребенка уже совсем шатаются зубы. Нет, все равно 14 дней. Или приходите, сидите в живой очереди. Вот такой вот получали ответ. Ситуацию прокомментировал главный врач Видновской стоматологической поликлиники Геннадий Курятников. Отказы от геяных таких, что пришли в живую очередь на 3 часа, даже если 10-15 минут. Работают два хирурга, две смены. Проблемы там нет, тем более молочный зуб. Медицинскую проблематику держат на контроле и в депутатском корпусе муниципалитета. Потоки тяжело разделять, и загруженность высокая на врачей ложится. Поэтому, конечно, очень много обращений. Собрание продолжалось более двух часов. Посетил его и заместитель, министра здравоохранения Московской области Руслан Кошелев, который отметил высокий уровень работы в Виновской районной клинической больнице, как одного из лучших медучреждений на юге Подмосковья. В последние несколько лет в районе Московской области были вложены большие деньги, как в медоборудование, так и в капитальный ремонт. И это не предел. То есть мы будем дальше продолжать, скажем так, улучшать материально-техническую базу. Но, как говорят у нас в министерстве, важно еще и, кто будет с этим работать. Поэтому с приходом нового руководства в больницу у нас большой приток кадров, высокопрофессиональных, подготовленных. Поэтому я считаю, что вот этот симбиоз усиления материально-технической базы и человеческого фактора позволит нам выйти на новый уровень здравоохранения в Ленинском округе. В завершении встречи всех желающих пригласили в открытый телеграм-чат «Видное здоровье», где медицина нашего округа обсуждается открытым и честным языком. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Субтитры подогнал «Симон»